В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств доложили о работе, проделанной за последние семь дней. Об итогах отчетного периода наш следующий сюжет. Во время длинных праздников Межмуниципальное управление МВД России Люберецкая работала в усиленном режиме. Сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения Масленицы и мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. За прошедшую неделю МВД обратились 2100 обращений, также было 213 ДТП. Из них 11 пострадавших. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 5 возгораний, 3 из которых в черте городского округа. Все происшествия без пострадавших. 23 февраля в 1 часов 35 минут Малаховка, улица Крупская, дом 30. На данном участке частный деревянный дом. Обгорелая часть дома на площади 15 квадратных метров, страдавших нет. Аварийных отключений по линии ЖКХ не было. Все системы работали в штатном режиме. В городском округе продолжается проверка исправности внутри квартирного газового оборудования. За два дня жителям поступают сообщения о том, что будет проходить плановый осмотр. При отсутствии доступа в квартиру повторные уведомления отправляют за 20 дней до визита газовой службы. Если далее не предоставляется доступ, жителю за 20-дневный срок посылается уведомление об отключении газа. Также выходит сотрудник Юникона. Если и в этот раз не предоставляется доступ, повторно, второй раз, согласно законодательству, делается уведомление уже в 40-дневный период. И после этого, если житель не предоставляет доступ, только тогда отключается газ именно по стояку. Доклады о проделанной работе зачитали представители Управлений благоустройства, территориальной политики, социальных коммуникаций, а также дорожного хозяйства. В конце встречи участники совещания ознакомились со спортивными успехами люберчан. Глава городского округа Владимир Волков лично поздравил призеров чемпионата Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. Две спортсменки из Люберец получили путевку на первенство России. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...